Друзья, всё, я собрала все вещи свои, выдвигаюсь. Сейчас поеду на одну интересную экскурсию. Ну, по мне это очень интересно. Не знаю, как для многих это будет. Мне обещал показать человек, к которому я прилетела на встречу, и проводить меня в аэропорт. Мы с вами сейчас прогуляемся по десятилетию октября. Это прямая улица. Новодевичий монастырь. Оно, доктор, в Смоленске хранилось. Соответственно, на дочках прожила и года храм так и не построили. Важный, но новый правящий. Друзья, смотрите, здесь Новодевичий монастырь, кладбище. Мы дальше пойдём. А здесь я вижу там, где я вчера была. Москва-Сити. Но вчера мне вообще не понравилось. Не Москва-Сити, естественно, потому что я ничего не увидела. И в ДНХ половина была закрыта, поэтому жалко вчера потерянный день. Можно было бы где-нибудь послушать историю. Но вот сегодня перед отлётом. Пятнадцатый век. Здесь Новодевичье кладбище. Магазин с цветами. Говорят, что в Москве все кладбище – это как музеи. Поэтому я решила прийти сюда на экскурсию. А здесь, не знаю, то или что-то, какие-то захоронения, интересная стена. Это, наверное, как в Корее. Эти прах захоронены, я так думаю. Ну, хотя сомневаюсь. Здесь 1898 год. Ну, думаю, что нам сейчас расскажет экскурсовед, экскурсовод, что это всё здесь обозначает. Смотрите, прям такие длинные стены туда дальше. И вот здесь вот захоронение. Татьяна Самойлова и Людмила Зыкина. Она жила на Котельнической набережной, высотке, вместе с балериной. И по кладбищу они теперь также остались с соседями. Здесь памятник Юрию Лужкову Никулин. Балетмейстер, народный артист, Моисеев. Смотрите, захоронение Гоголя. Реставрации. Мы вышли на центральную аллею. Мы, конечно, потом нырнём опять вглубь. Но меня здесь интересует несколько моментов. Захоронение Павла Георгиевича Чехова. Такое простенькое, скромненькое. А здесь тоже, оказывается, захоронение. Прав захоронен. Как я и предполагала. Вот, видите, урна стоит с прахом. Какие-то за стеклом, какие-то за мраморной плитой. Здесь несколько. А здесь я вот не показала вам здесь захоронение Гоголя. А здесь кто-то тоже. Интересный памятник. Сейчас пройдём сюда. Ну, везде здесь абсолютно артисты, поэты. Знаете, ещё такие старые захоронения. 1800-х годов. Вот это Этуш захоронен. Тут вообще, наверное, старинное. 926-й год захоронение. 27-й год. Пятницкий. Очень старые захоронения, конечно. И все, причём ухоженные, ухаживают за ними. Смотрите, какие старые захоронения. 1940-й год. Я не думаю, что кто-то приходит до сих пор к этому захоронению. А тут вообще даже не видно. Всё покрылось. Никто не ухаживает. Никто не вскрывал. Видимо, давно. Здесь то же самое. Очень-очень старые захоронения. Захоронение Маяковского. Захаров, генерал армии. Вообще много интересных захоронений. Много интересных монументов, памятников. Как будто действительно музей памятников и монументов каких-то. А не кладбище. Здесь вообще как будто адмирал. Ну, военные захоронены. Адмирал, адмирал. Герой Советского Союза. Тоже герой Советского Союза. Лейтенанты. А, ну, и вот такое вот у них, типа, небольшого склепа сделано. 29-е, да? Примаков Евгений Максимович. А, я думаю, видно, да? Как раз 29-е, 10-е, день рождения. Поэтому ясно, почему здесь резко... Сегодня день рождения свежей цветы. Нашли к захоронению Владимира Вольфовича Жириновского. В нашей стране кого-кого? А его представлять никому не надо. Странно, как раз ведь не надо. Да, ну, потому что, по-моему, от Жириновского запомнили все. Вкусие закончилось. Я сейчас сама пробегусь, посмотрю. Вот здесь вот захоронение Ельцина. Здесь приходят люди и до сих пор молятся почему-то на его захоронении. Я сама это наблюдала буквально минут 15 назад. Такое огромное захоронение. Вот здесь вот такое огромное захоронение Бориса Ельцина. Быстренько глянем, на улице погода просто жуткая, холодно. И при том, что я тепло, достаточно одета. Но я замерзла. Замерзли у меня руки. Ну, пробежимся, посмотрим. Мне просто самое интересное. Еще мы можем сходить на территорию все-таки монастыря заглянуть. Я бы тоже хотела пробежать. И дальше я уже поеду пообедаю. И меня проводят в аэропорт. Ой, смотрите, какой еще интересный монумент стоит. Лебедь Александр Иванович. Я всех приглашаю к жизни. Наверное, какой-то советский герой. В дороге пока иду. Вот вижу интересный монумент. Тоже буду тоже вам снимать. Я отношусь вообще к смерти абсолютно нормально. Ну, как нормально, естественно. Не в плане того, что это какая-то радость. Но я отношусь к захоронениям абсолютно нормально. Я вообще не считаю, что тело – это что-то очень важное. Самое важное – это душа человека. Поэтому к телу я вообще отношусь ровно. Я считаю, что самое удачное захоронение – это все-таки прах. Даже можно его развеять и не хранить, и не ходить на эти могилы. Память должна быть в душе. Но это лично по моему мнению. Каждый может придерживаться своего мнения. И спорить я, естественно, с этим не стану. Смотрите, чьи я могилы нашла. Никита Сергеевич Хрущев. Герой Советского Союза. Так, а это у нас заслуженный летчик-испытатель Анохин. Захаров, Покрышкин, Гарбузов, Гарбузов, Ипишев, Москаленко. Летчик, видимо. Здесь у нас герой России, генерал армии. Ильдар Рязанов. Писатель Анатолий Степанович Иванов. Виталий Иванович Попков. Быстрицкая. Сейчас я, наверное, пройду все-таки на территорию монастыря. Хоть я очень замерзла, но все-таки пройду, когда я еще здесь побываю. Ой, как красиво из камешек мозаика. Я пробегусь по территории монастыря. У меня у самой руки замерзли, трясутся, но я не могу одеть перчатки, потому что у меня не срабатывает телефон. Здесь есть музей, но я в него не пойду, потому что экскурсовода сегодня нет. Поэтому неинтересно просто посмотреть. А вот в храм мы пройдем. Территорию сказали на реконструкции, все ремонтируют. Но я заметила, что вся Москва какая-то на реконструкции. Везде все ремонтируют, все закрыто. Что вчера на ВДНХ, что на Красной площади тоже везде идет ремонт. Что-то реставрируют, ремонтируют, строят. Мне сказали, что в Москве это так всегда. Да, жалко, что я, конечно, ни ВДНХ толком не посмотрела, ни Красную площадь можно было бы в мавзолей попасть. Ну, хотя бы так. Дорога в храм. Я иду за людьми. Я так давно не была в церкви. Я просто обожаю этот запах. Здесь очень красиво. Это мы были с вами в монастырском храме. Я поставила свечки за здравие и за упокой. И взяла несколько свечек, отвезу домой. Алексей, Настя, у меня крещеные, а ты сам с Хьюн, к сожалению, не крещеные. И мне бы, конечно, хотелось их тоже покрестить. Так, а здесь куда мне идти? Я уже забыла. У меня географический тупинизм, кретинизм. Как это правильно назвать? Ну, так по территории обойдем с вами, снимем исторический монастырь. Тут тоже чьи-то захоронения. И, собственно, выход. Пришла я уже на выход. Слева вот этот парк Кангу, и там там фонтаны. Фонтаны, где студенты, когда очень жарко, купаются в фонтанах. Прям в фонтанах купаются? Ну, да. Ну, как в парке Горького на день десантника. Студенты, они более развязные. Слева-то. Субтитры сделал DimaTorzok Извиняюсь, я как блогер не могу не снять Приятного аппетита нам Смотрите, какая красота здесь Ой, исчезла красота Такая ситуация получилась Я, оказывается, билет Почему-то я купила на загранпаспорт Но я с собой загран не взяла И сюда я прилетела по русскому паспорту Смотрите, здесь есть капсульный отель А сколько стоит отель у вас? Можно узнать? 950 рублей час, минимально 3 часа 3 часа 950 рублей? Нет, часа 950, минимально 3 часа 950 рублей час А, все, а сутки? Сутки 7000 рублей 7000, все понятно, спасибо Ну вы слышали, да, цены? 1 час 950 рублей А-х-е-ть Короче, обменяла я данные 650 рублей Я не знаю, чем я думала, когда я Покупала билет Почему я на загранпаспорт купила, наверное, автоматически Ну ладно, что Буду думать в следующий раз, надеюсь Хотя это не помогает мне Все, бежим на посадку В Москве очень замечательно работает Дьюти-фри Все есть, абсолютно все бренды Все, что угодно, можно купить Субтитры сделал DimaTorzok